Девушки отдыхают 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 Смотрите, ребят, пока у нас поднимается кровавая луна, которая означает, что вокруг нас сейчас будет спауниться орда, просто огромная орда разных монстров, это пипец как страшно, на улицу в кровавую луну ни в коем случае нельзя выходить, ну при нашем текущем обмундировании. Короче, смотрите, глайдеры, крылья глайдера, это апгрейд для Dark Plate, Dark Plate по своей сути это как железная броня, и крафтится она из восьми темной стали, темная сталь, это вообще жесть, это железо, уголь это ладно, но обсидиан, я задолбался его копать уже, и обсидиан, и делается это очень долго, продолжительное время, вы получаете темную сталь. Глайдерские крылья, вот почему это для нас дешевле, требуют всего шесть, шесть, да, шесть кожи, то есть в итоге получается у нас крылья получат только два человека, ну ладно. И темная сталь, вы видите, здесь три, потом плюс на второе крыло три, и еще два, то есть восемь железа на вот такой вот апгрейд. Восемь железа на нагрудник, вот. И дальше вы берете, вы можете прокачать этот Dark Plate, как у нас там, если вы в наковальне добавите к нему Vibrant Crystal, Вот он у нас тут есть, Vibrant, не то, не то, как же, что он у нас выглядит, вот, Vibrant Crystal, это изумруд и Vibrant Alloy Nugget, которые делаются из, да, Ender Pearl, у нас нет Ender Pearl, да? Не, у нас пока нет Ender Pearl, по-моему, сейчас самое время сходить получить Ender Pearl, да? И проспать эту ночь нельзя, нам не позволят играть. Вот, короче, поэтому попробуем с вами просто применить апгрейд глайдера, пока что. Ну, то есть, если вы добавите этот кристалл, то вы сможете заряжать этот нагрудник энергией, он превратится по качеству в алмазный нагрудник, и половину входящего урона будет поглощать энергия, а не прочность этого нагрудника. То есть, ну, это уже выгодно. И к нему можно добавлять кучу разных апгрейдов впоследствии. То есть, вот мы сейчас с вами добавим Glider Wins, 10 экспо стоит. И посмотрим. К сожалению, апгрейд будет работать только если вы активировали свою броню. Если вы добавили туда... Тихо, тихо. Если вы добавили туда этот самый кристалл, а для него нужна Ender Jemtchujina. А мы тут уже пережили одну ночь, пытаемся пережить следующую. Иногда получается, иногда нет. И я нахожусь в поисках эндерменов. Они обычно появляются под утро, но чё-то... Не повезло. Не встретил пока ни одного, но встретил огромное количество коров. Я встретил левитирующий смайл. О, смайл. Смайл? Короче, эту шнегу квадратную. А, понятно. Кубическую. Я понял, да. Левитирующая кубическая шнега. Так, и эндерменчики... Ну, в воде их точно лучше не искать. В общем, очень, очень нужны Ender Jemtchujina, чтобы этот апгрейд глайдера работал. Однако... У меня 12 кожи при себе. То есть, я себе на глайдер накопил на ещё один. Ты молодец. Я, да, я стараюсь, спасибо. А можно как-нибудь ещё по-другому сделать кожу? Можно. Её можно синтезировать. Но это история для целой отдельной серии. И не одной даже. Где мы будем заниматься химическими различными экспериментами, анализами, синтезом. Почему ты так вздыхаешь каждый раз, как будто тебе не нравится, что ты здесь. И вообще, что ты здесь делаешь. И что я делаю со своей жизнью. Вот этот вздох. Нет. Потому что очень всё сложно. Очень всё муторно. Так это хорошо. Я не вижу ничего муторного. Это офигенно. В этом весь смысл. Если тебе не нравятся моды и скрупулёзность этих модов. И тот невероятный выхлоп, который ты в итоге получаешь, затратив довольно серьёзные усилия. То ты опоздала на три года. Может быть, да тебе не стоит в Майнкрафт играть во всём. А, спасибо. Но поздняк. Страдай дальше. Тебя зритель не отпустит. Зритель, отпусти тюну. Она не хочет этого делать. Она заложница. Заложница у вас же. Отпустите тюну. Так кто ж меня отпустит? Свободной. Свободной, независимой ютубершей. Ты хочешь быть свободной, независимой ютубершей? А с сорокая кошками. Это не ругательство. Ну там, влоги свои снимать. Или почти. Спасибо. Тринадцать кожи. Ну, я не знаю. То есть, как бы, если мы эндер-жемчужину всё-таки найдём, то всё, мы в шоколаде. Каждый получает по глайдеру. О, ещё больше коров. Отлично. Каждый получает по глайдеру. Я активирую себе эту чёртову броню, которую же заколебался делать. И мы в порядке. И мы возвращаемся в Нессер. И получаем Блейз Паутер. Чёртов. Как вы думаете? Ты мне подключил там эту штуку? А у меня есть один. Нет, я там ничего не подключил. Ты, пожалуйста. У тебя есть один эндер-перл? Судя по названию, у меня есть один Блейз Паутер. Почему? Эндер-перл мне. Запили. Блейз Паутер. Так, они же в пустыне часто появляются. Эндермены. Я в пустыне. Эта пустыня не такая уже большая, но здесь какая-то башня. По-моему, я её уже видел. Да, я нашёл башню. Ой, и коров. Слушайте, а может эндер-жемчужина будет внутри в какой-нибудь из сундуков? Возможно. Пожалуйста. Всякая попадается. А, это спуск вниз в подвал. Это один из тех данных. Да, ищи моллюсков. Да, моллюски мне тут явно не помогут. Но мы могли бы их добавить. Тут, правда, водоёмов как таковых нет, но... Ничего себе, я только и делаю, что плаваю. Да, это реки. Это так себе водоёмы. Ну, причём я прыгаю и думаю, а какой же цвет опасный? А в каждом биоме свой цвет воды. Да, и... И если забыть о роллплеинге, то я тебе скажу, что именно конкретно я сделал так, чтобы в каждом биоме был свой цвет воды. Я жесток? Да. Да. Я не буду туда спускаться. Там смерть меня ждёт. Коровки! Рич, в общем, если вдруг у тебя появится возможность найти эндор-жемчужину... У меня наконец появилась возможность добраться до дома. Не-не-не-не-не-не-не, никакого дома. Никакого дома, пока мы не соберём нужное количество кожи. Я несколько дней в пути. Вот и продолжай делать несколько дней в пути. Я по дому похожу, я уже здесь. Е-е-е-е, бабе. Я, в общем-то, тут такой караван коров нашёл, что, может быть, я даже и насобираю нужное количество кожи. Но это не то! Я хочу активировать свою броню из эндор-айо. Всё, для меня это уже свой личный план. Ачивка личная. Лишняя, да. Не трогай. Лишняя. 23 кожи, ребят, я уже нашёл. То есть, ещё одна и на двоих уже глайдеры будут. Есть ли у нас на базе 13 кожи? Скажите мне. 9. 9 точно есть? Я переспрошу. Есть ли у нас на базе 13 кожи? Слушай, но я тебе говорю те данные, которые у меня есть. Меня не устраивает ответ. 10. О, 9. Ты пойми, у меня с собой 9. Если я открываю сундуки и не нахожу нигде кожу, то я такой думаю, интересно, я пропустил кожу или... То, скорее всего, ты ослеп. Да. Короче, 10. Нет. Прости меня. Виновен. Казни, что я тут оказался. В этот момент. О, коровы. Коровы. Через 15 минут у нас в загончике будет лишняя корова. Это хорошо. Я лучше забыл, сколько я убил. 25 кожи. Ты говоришь, сколько у тебя там? 10? У нас. Да. 10. А, еще одна коженка. И все будет замечательно. А я пока зайду в это... О, стол зачарования! Мое. Забирай давай. Ээээ. Че у нас здесь еще есть? Блок ж... Желота. Во. Желота? Желота. Оно желтое. Печки. Слушайте, нормальное место. Это что такое? Барабаны. О, я знаю, что это за место. Здесь проводились генетические эксперименты. Исследования. Окей, окей. Археолог здесь генетик обитал. Да, тут есть подъем на верхний этаж. И сундуки. Пожалуйста, хоть где-нибудь Ender Pearl. Эээ, кости. Ладно, кости возьму. Еще кости. Бумага. Я вам оставлю вот это, возьму вот это. Что бы вам еще оставить? Ээээ... Глаз паука. Глаз паука. Забирайте. Умоляю. Ууу. ДНК Наутилуса, ДНК Дейноникуса и Леоплеродона. Нужно. Все нужно. Забирай, да? Мне кажется, звучит очень полезно. Ладно, возьмем. По несколько штук, хотя больше еще. Да, вообще отлично. Всем хватит. Зови гостей. Где мои Ender-жемчужины? О, еще сундуки. Пусто. Еще ДНК каких-то существ. Твою мать. Приходи к нам на чай, мы в тебе внедрим ДНК некоторых существ. Звучит интригующе. Надо заглянуть. Это больно? Мы не знаем. Еще не проверяли. Вот ты нам и скажешь, да? Да что ж такое-то? Умоляю, кто-нибудь. Дайте мне то, что мне нужно, и я уйду с миром. Как мне наполнить эту штуку? Город Стоуном. Что, я потом тебе объясню? Это разговор для... Отдельный, короче, разговор. А я шарюсь тут. Компас нашел. Да ну впень тебя. Динопедия. Звучит несколько... Релик скреп. Еще нашел. Ладно, возьмем и это. Динопедия. А, я знаю это, для чего это. Если у нас уже будут динозаврики. Слушайте, а может быть нам подумать... О заведении собственного динозаврика. Мы уже на том этапе наших отношений, когда мы готовы завести собственного динозаврика. Мы, по-моему, это уже преодолели. Это, знаешь, каменный век и так далее. Не, тут же вопрос в доверии друг к другу, в взаимоотношениях наших с вами. Мы с вами готовы заботиться о собственных динозавриках? Вы не готовы заботиться даже обо мне. Но ты же не динозаврик. Так обвиняюще, сказал Рич. Я милее. Да? Спроси утюны. Слушайте, я хочу... Я хочу себя... Ездового динозаврика. Тебя возненавидят быстро. Ты, Рич, на это не способен. Нет, я это уже сделал. Ты... Да не, про ненависть это другой разговор. Ты не способен быть ездовым динозавриком. Понимаешь? К сожалению. Я Эндерперл не нашел! Только смысла в этом есть, конечно. Согласен. Только что я был внутри этой башни, внизу. Исследовал все вдоль и поперек. Ну, честно говоря, данж особо не отличается от тех данжей, в которых мы уже были. Кучу сундуков открыл. Пережил такие страсти. И ни одной жемчужины. Ни одной чертовой жемчужины. Ни в одном из сундуков. И тут тюна такая. Как пока я сражаюсь там с ордой зомби, заявляет. А че это к нам черные менеджеры постоянно ходят? Почему ты вся веселая, когда мы не пишем, только мы пишем, ты такая все, знаешь? Рука у лба, знаешь, такая тыльной стороной. И такая... Чёрный менеджер, друзья, оказывается, это не чернокожие ребята, которые заведуют женщинами где-нибудь в Детройте. Нет, это... Это чертовы эндермены, тюна! Бей их! Эндер-жемчужины! Какой-то бежал от меня! Я два раза по нему фигакнула, и он убежал, телепортировался. Да, по ногам надо бить! Да, мы в минус коровами. Больше коров, меньше крафт-шоу. Это тюн. После того, как ты убила Муму... Вот. Хватит уже припоминать его, а? То есть Жужу, да. Жужу я не трогала, Жужу это была дочка Муму. О, смотри. Невероятно, но это она запомнила, хорошо. И... В общем, коровы стали плодиться после того, как ты исчезла из этого мира. Может быть, они создают армию? Армию коров. И как они будут называться? Хоули-шит! По-моему, вполне подходящее название для армии коров. Где-то близко к Индии, знаешь, это все. Армия хоули-шит. Почему меня из магма-крусибала флюид-транспозер не переливается... Тюна неценитель нашего юмора, Рич, к сожалению. Это вообще совершенно... Она просто в ужасе и пытается так избежать. Как будто бы тебе не придется... Он столкнулся все-таки. Я возвращаюсь домой... Ордой. Ребят, я возвращаюсь домой. Несу огромное количество кожи. Мы сами сделаем пока что обычные глайдеры из Open Blocks. И будем посматривать, да, вокруг? Будем... будем посматривать. Держать ухо востро. Будем искать... Эндерменов. Че, ага... Да? И вот эти вот штуки вокруг, они нам очень помогут. Деревьев нет, но с этих вот штук мы можем прыгать на глайдерах. Так что я иду домой. В общем, в своих походах поиска Эндер-жемчужины я нас собирал столько всего. И в том числе кожи ровно на всех нас с вами здесь. 36 кожи. Я бросил убивать коров после того, как эти 36 кожи у меня появились в инвентаре. Ну, потому что... А зачем? Слушай, из этой кожи можно нас просто сшить. И где мои крылья? На всех вместе? А, вот они. Да-да, сшить всех вместе. Будем вместе ходить. Какая прелесть. Ребят, вы можете меня восхваливать, говорить мне, Рамон, невероятно, как ты. А вы, а вы. А вы мне. Вот, но держите. Серьезно, я запарился с этим. Пипец, как запарился. Так, повтори, пожалуйста, обращение с этой штукой. Нет, не буду повторять. И с сезона в сезон одно и то же. Надоело. Как ты сказал, у меня поменялось. Ну, сам. Там дальше сам. Что? Так, как? Мне казалось, ты приземлялся ему в пасть. Так, как я этой штукой воспользуюсь? Вот, удачи. А, левым кликом. Левым? Левым кликом. А правым кликом. И у тебя получилось? Да. Да, это другое лево, Рич. Это нормально. У женщин два лева. Это уже учеными доказано. Я вообще стыкнула. Я сейчас серьезно говорю. Да. Ученые считают, что большинство женщин очень часто называют любую из сторон лева. И только потом задумываются, правильно или нет. Первое, что им хочется сказать, это лева. Причем это ученые-филологи. Нет, это британские. Британские филологи. Только они такой херней занимаются. Исключительно только британские ученые. Ребята, эта серия вышла, ну, очень большой, очень продуктивной. Особенно для нас. Да. А мы ее писали... Часов пять. Где-то около пяти часов. Я надеюсь, вам понравилось то, что в итоге вышло. Нас ожидает Незер, наконец-то. Мы получили глайдер. Я получил кучу лута, которая нам потом пригодится в наших исследованиях динозавров. Это будет очень клево. Будем на каких-нибудь рапторах рассекать по пустыне. Очень круто. И, в общем, много чего мы сегодня сделали. Бронейка. Хочу активировать бронейку. Где моя эндер-жемчужина? Нету ее. Ни алмазов. Ни эндер-жемчужин. Ни... Ничего. Ничего. Но мы выдержим. Мы пройдем через этот хардкор. Да. Пройдем. Вместе. Вместе с Тюной. Пока-пока. Удачи всем. Ой, не подходи так близко. Чего? Я вторгаюсь в твое персональное интимное пространство? Да, личное пространство, да. А может быть, я получаю удовольствие от вторжения в чужие личные пространства? Уйди. Иди ко мне. Я вторгаюсь в твое личное пространство. Крич. Эри, чувак, вот. Все будет... Ничего. Ничего тут нет. Черт! Ииии, уже как он. Спасибо большое. Увидимся с вами в следующей серии. В следующей серии нас ожидает Незер поиски, Незер крепости и... Наконец-то Сталь. Сталь. Ну и по-любому будет что-то еще. Сегодня мы планировали серию совсем по-другому. А, ну вот оно как вышло. Спасибо вам большое за ваши лайки, комментарии, конечно же, за подписку. Я пошел продолжать вторгаться в тюнинное личное пространство. Привет. День. День. Маньяк. Пока.